всем привет хочу сегодня сделать небольшой такой обзор для нашего youtube канала хочу все немного вам рассказать про порода дерева которые по моему мнению лучше использовать для интерьерного отделочных работ а какие древесину лучше использовать для экстерьерного то есть для улиц чтобы сегодня начать с вами про доску рассказать что почему все таки доска должна быть камерной сушки и в чем разница у доски камерной сушки и доска допустим обычной естественной сушки которая сохнет естественным путем на улице часто мы очень многие сталкивались с тем что бывает так что купили допустим обычную сосну посмотрели она как-то вроде как бы нормально а потом она вроде бы как бы и потрескалась достаточно сильно вот допустим примере моего дубового стола стол из дуба он был естественно сушки потом значит он когда уже лежал в офисе в тепле его начало рвать он начал трескаться его начала выкручивалась перед скручивать это естественная история которая получается с доской которая была сушена не в камере а если доска сохла в камере соответственно с доской сразу все по-другому доска получается достаточно ровная без трещин без разрывов эти трещины разрывы никогда уже так просто не произойдут могут быть мелкие растрескивание которое происходит по торцам в интерьере в сухом доска высушена до 6 процентов она в принципе всегда будет сохранять такую же важность для решений в интерьере советую использовать самые стабильные три породы дерева то есть это использовать в данном случае это имитация бруса использовать ясень это планкен скошены видите есть сучок здесь вот это был спил это был такой обрезок ведь вот здесь трещина была сразу этой стороны трещина не открылась никогда не откроется и потом использовать непосредственно уже ольху вот ольха тоже это ведь обрезочек вот такой там с дефектами какими-то ольха ольха это тоже имитация бруса почему лучше использовать это потому что то во первых лиственные породы дерева они менее прихотливы и менее реагируют на перепады влажности в помещении но часто в основном используется сосна обычная сосна идет вот этот профиль планкен скошены и на ней мы видим был пробный выкрас выкрас компания рейнер такая вот была формула здесь применена с антисептиком то есть это масло для наружных работ вот так этот выкрас потому что выкрас наносился технологом кистью не в натир никак то есть видите она выглядит не особо кажется красиво но это то как будет выглядеть из-под жесткой кисти соответственно выкрасы всегда делаются так чтобы показать как будет на самом деле может получиться заказчика если заказчика получается лучше выкрасить то конечно всегда любая компания будет только этому раду рада нежели а допустим выкрасить красиво на образце а потом на объекте это не смогут повторить и будут очень бурные эмоции потом идет порода дерево сибирская лиственница тоже планкен скошены идет вот таком профиле как бы то есть так же как и сосна выкрашивается любыми пропитками маслами можно к примеру использовать масло компании борма либо любого другого производителя для сосны вообще это не важно можно врата видорон там снежка белинка любые составы которые вообще вам подходят по цене но потом после этих пару дерева есть идет такая сушка называется термосушка термированная древесина это когда древесину высушили до сухого состояния допустим 10 12 процентов либо меньше 68 и дальше она в камере термируется то есть дерево прогорает насквозь и приобретает такой как бы шоколадный оттенок если перетормировать сильно она может дожечься до состояния угля прогореть ну получится уголь как бы совсем уже плохо поэтому допустим термирует сосну сосна теоретически считается что может набрать по свойствам как у сибирской лиственницы но это мнение субъективное для таких доводов нужно смотреть объекты что с ними происходит через 68 там 10 лет но к сожалению пока таких объектов немного если они вообще есть потому что термирование в белоруссии появилась массово не так давно там три-четыре года назад до этого что были на объектах как бы в основном термодревесины как бы не было были выборочные объекты которые привозили это из европы привозилась такая древесина ими уже отделывались дома потом можно использовать термировать допустим осину либо березу но тоже вариант не самый лучший допустим помещение еще ладно на улицу такую деревяшку лучше не использовать потому что эти породы дерева крайне нестабильные береза и осина и они могут в реакции с влажностью с водой постоянно их может достаточно сильно выкручивать процессы гниения за счет термирования будут медленнее но все равно этот вариант лучше использовать для интерьера и потом мы переходим к дубу и к ясеню термодуб когда он термируется если его пережечь он будет более темный он будет более кровки будет более скалываться осыпаться на улице в контакте с водой все равно практика показывает что термодуб лучше чем обычный дуб но все равно есть очень много вопросов и по нему ну и дальше завершаем термоясень термоясень как бы тоже термируется по нему вопросов люди рассказывают чуть меньше чем по дубу тоже могут быть суки как правило в беларуси такие породы дерева термодуб термоясень термируется достаточно в низких сортировках потому что высоких сортировках и стоимость будет уже неподъемная на сегодняшний день среднерыночная цена дуба колеблется где-то 80 100 долларов ясеня где-то 70-90 долларов за метр квадратный в 20 толщине вот как здесь показано но когда мы уходим более премиальную древесину мы же попадаем в сегмент кумару африканская порода дерево метр квадратный стоит среднем по рынку порядка 100 долларов плюс минус поэтому ну сами понимаете что как только мы попадаем сегмент кумару нам проще допустим переработать произвести либо купить уже кумару нежели там смотреть как себя будут вести там тормодуб либо термоясень по кумару все давно всем известно никаких вопросов по нему не будет особых как бы это тоже вот у нас идет вот фрагмент паркета также я очень много постов писал посвященных тику венге и прочим экзотическим породам дерева которые также по всему миру повсеместно используются для наружной отделки если мы берем допустим вот эту производителя банки берем сюда поставим банку нет вот так вот как видим мы здесь здесь производитель уже применил маркетинговый ход видим терраса красного цвета предполагаем что здесь тик либо кумару и производитель показывает что данным маслом в италии покрываются кумару и тик соответственно более мягкие породы дерева такие как белорусские там допустим сосна либо сибирская лиственница тоже подойдет для пропитки этим составом но есть еще такая вещь хочу показать этот дпк что такое дпк дпк это полимер под давлением по температурам смешанные и в добавлено стружка пилка любая там неважно какая будет она такая доска кто-то продавцы доказывал что-то лучше чем дерево но она также выгорает она при минусовых температурах минус 20 можно ее поколоть тяпкой отбивая лед а когда будет очень жарко там плюс 30 на солнце температура будет нагреется она гораздо больше там под градусов 50-70 и она может быть достаточно мягкая соответственно такое дпк продается в беларуси в среднем в цене где-то 10-15-20 долларов и цена иногда может доходить даже до 100 долларов достаточно именных брендах которые европейские производят дпк но даже если пока будет очень высокого качества я не знаю зачем ее покупают когда можно опять-таки использовать тот же допустим там тик допустим использовать либо же еще какую-то особо твердую породу дерева тоже хочу вам рассказать еще про древесину для парной парная тематика такая это когда там тоже очень агрессивная среда очень большой перепад влажности идет в этом большом перепаде влажности всегда есть вопрос какую древесину туда можно использовать из практики всегда используются парных что используется либо же дешевая сосна допустим либо же используется значит ольха используется кто-то использует сибирскую лиственницу либо сибирский кедр но это вопрос такой относительные что будет происходить с этими породами дальше в основном когда делают парные очень многие стараются сделать их из двух пород дерева либо использовать канадский кедр либо абаш абаш так называемый это африканский дуб как бы есть в этих двух породах на рынке всегда представлены два варианта либо просто камерной сушки это естественный цвет канадского кедра это естественный цвет абаша также они могут быть термированные термобаш будет более такого шоколадного молочного цвета канадский кедр термированный будет более насыщенный таким как допустим как вот это вот темная доска в ясене в парных почему лучше используют канадский кедр и абаши потому что влагу в себя они не выбирают они гораздо стабильнее чем альха либо осина ну соответственно и по цене если альха в среднем стоит вагонка из альхи порядка 10-15 долларов по рынку то абаши вагонка стоит 30-50 долларов метр квадратно канадский кедр это уже где-то в районе 80 долларов метр квадратная эти цены всегда индексируются по существующему курсу но они всегда в принципе стоят в принципе таких суммах денег поэтому если вы делаете допустим отделку интерьер можно использовать любую из этих палок которая лежит здесь на столе если мы уходим в экстерьер на улицу то половина древесины лучше не использовать использовать либо термодревесину использовать либо особо твердые породы древесина древесина если мы уходим в парную соответственно использовать советую лучше всего использовать канадский кедр либо баши также если вариант надо упростить можно использовать либо же просто ольху осину использовать теоретически как очень многие делают но самые дешевые бюджетные парные сделаны из сосны допустим там сибирской лиственницы сибирский кедр единичный случай когда использует потому что как бы канадский кедр порода дерево она подготавливается прежде чем она проходит определенный процесс сушки камерной в которой движение смолы останавливается практически полностью сибирском кедре такой процесс не происходит потому что сибирский кедр просто обычной камерной сушкой и ярко выраженный запах сибирского кедра и смола которого может выделять она может достаточно сильно огорчить любого счастливого обладателя такой парной точно такой же эффект с запахом сверх запаха можно получить и в осине поэтому парные чисто из осины люди стараются не делать потому что осина выделяет специальные такие запахи которые могут плохо влиять на ваше эмоциональное настроение в момент и особенно после принятия таких банных процедур поэтому если вам понравилось видео жмите палец переходите по ссылкам на наши другие остальные соцсети видео снимаю специально для youtube канала также попробую разместить его в тик токи в инстаграме поэтому ребята всем спасибо кто следит за каналом делитесь приезжайте гости продадим расскажем если надо просто консультация по дереву тоже всегда пишите звоните на вайбер на мой контактный телефон 40 плюс 375 44 4556 всем помогу всем расскажу все всем спасибо пока пока